Всем привет! С вами канал Co-Pets и сегодня я вам расскажу, как правильно сделать контейнер для вашей улитки. Итак, вот такой контейнер. Обратите, пожалуйста, внимание, что он у нас невысокий, а именно, контейнер низкий, но широкий. А дело в том, что наши любимые улитки, когда спят, частенько падают. Да-да, вы этого можете не замечать, но улитки во время сна могут падать с крышки. И поэтому советуют контейнер брать невысокий. При покупке вашего контейнера обязательно обратите внимание, чтобы крышка хорошо закрывалась и открывалась. Ну, я говорю о том, что улитки частенько могут сбегать, поэтому позаботьтесь о том, чтобы они сами не могли оттуда выбраться. Где же купить такой контейнер? Этот контейнер можно приобрести в Ленте, Ашан, ну и другие такие сетевые магазины. В принципе, вы найдете там такие контейнеры. Кстати, обязательно обращайте внимание, чтобы на контейнере была наклейка, этикетка с бокалом и вилкой. Если на контейнере есть такая этикетка, значит, он состоит из пищевого пластика. А это значит, что он не токсичный и ваша улитка не отравится. А если же нет такой этикетки, то есть вероятность, что улитка может отравиться от химии, выделяющейся из пластика. Итак, пришло время делать контейнер и вентиляцию. Зачем же нужна эта вентиляция? Во-первых, в любом случае вентиляция подразумевает собой это вход свежего воздуха и выход воздуха из контейнера. Термошнур или какая-то подкладка, термоковрик. Значит, делаем с вами вентиляцию необычным образом. К примеру, с этой стороны вентиляция будет проходить внизу, а здесь вентиляция будет проходить вверху. Но вообще, как бы советуют 2-3 сантиметра с этой стороны от грунта, здесь 2-3 сантиметра от крыши. А, ого, от крыши, от крышки. Поэтому, если же у вас нету подогрева для вашего контейнера, то мы делаем здесь вентиляцию и параллельно же дырочки здесь. То есть, здесь входит и выходит. Входит и выходит. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. Так, сейчас намечаем, где будут находиться наши дырочки для вентиляции. Обязательно перед тем, как делать вентиляцию, учитывайте высоту вашего грунта. Ну, это мох или это кокосовый субстрат. Неважно. Учитывайте то, что улитка в нем будет закапываться. Ну, вообще, советуют делать 3-4 ряда для улиток. Я сделал 3 ряда, 2-3 сантиметра расстояния, а в диаметре дырочка должна составлять 3 миллиметра. Вот. Кстати, хочу сказать, что вам никто не скажет, вы нигде не найдете эту информацию о том, что сколько нужно дырочек для вентиляции для улитки. Здесь опираться нужно на то, что, к примеру, если вид улитки более-менее любит жаркий климат, более сухой климат, делаем, соответственно, дырочек больше. Если же улитка любит такой влажный климат, где больше сырости, значит, делаем дырочек, соответственно, меньше. Сырость сохраняться будет больше. Если, к примеру, вам не хочется заморачиваться, и вы налепили 5 больших дырок с одной стороны и с другой стороны 5 дырок, но, в принципе, как вариант, но вы от этого будете очень сильно потом страдать тем, что летом проснутся маленькие мушки, и, к примеру, ваши улитки не доели овощи, фрукты, зелень, и они туда пробрались, эти мушки, и там будет просто куча мошкары. И они будут мешать и вашим улиткам, и вам, поэтому 3 мм эта вот дырочка должна составлять в диаметре, не больше, пожалуйста. Так, теперь вопрос в том, чем же делать дырочки в пластиковом контейнере? Смотрите, если делать их просто, не знаю, гвоздем пробивать, то контейнер имеет вероятность просто расколоться. Поэтому мы берем раскаленный гвоздь или раскаленное шило, ну или, как я, берем паяльник и начинаем делать дырочки. Мой совет, когда вы делаете дырочку, получается, пластик, он выплавляется, он никуда не девается, он не испаряется. И получается, вокруг дырочки получается расплавленный пластик. Ну, я как бы люблю, когда все эстетично красиво, и я думаю, что улитке будет более комфортно ползать по более аккуратной стеночке. Вот, поэтому я рекомендую брать канцелярский ножик и вот этот весь лишний пластик счищать, аккуратненько счищать. Вот. Так что, вот так. Итак, зачем же нужна вентиляция? Вентиляция – это свежий воздух, это просушивание и проветривание грунта, препятствие образования плесени, отсутствие неприятного запаха, и вентиляция портит жизнь нематодом. Кстати, нематоды – это круглые белые черви 5 мм длиной, живут они во влажном грунте и растениях. Если говорить вкратце, то нематоды для человека и взрослой улитки не несут опасности, а вот для кладки и маленьких новорожденных улетят они опасны. Поэтому, кстати, если вы хотите, чтобы я подробнее рассказал о нематодах, пишите в комментариях, и я обязательно сделаю про них дополнительное видео. Для улиток вентиляцию на крышке мы не делаем. Пишите в комментариях, если вы хотите узнать, чем отличается контейнер древесной улитки от обычной улитки, охотины, и как сделать контейнер пригодным для жилья именно древесной улитки. Также, если вам интересен такой вопрос, почему именно контейнеры сейчас в моде для улиток, а не террариумы или аквариумы, пишите в комментариях, я сделаю интересное видео, и где расскажу, почему же все-таки контейнер, а чем все-таки лучше террариум для улитки. В общем, все это подробно разберем, и я вам расскажу. Пишите также в комментариях, если вы хотите увидеть, как я наш контейнер буду облагоустраивать дальше, и как туда въедут новые жильцы. Пишите обязательно в комментариях, и я сделаю продолжение этого ролика. Ну что, всем пока, до новых встреч, с вами был канал Co-Pets, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, пишите свои советы, как делаете контейнеры для своих улиток вы, вот, передавайте привет своим любимцам, до новых встреч, всем пока!